Зарекался тормознуть с нейросетями, но по-моему это невозможно. Поэтому сегодня о Harpa AI. Идею мне подкинул в комментарии юзер без имени. Спасибо ему. Harpa очень полезна для тех, кто ведет блоги на YouTube. Ну и обычным пользователям тоже пригодится. Устанавливается Harpa как плагин в браузер и будет сопровождать вас все время, пока вы путешествуете по интернету. Это является ее достоинством, но также и ее недостатком. Она следит за вами, что вы делаете, поэтому для особо осторожных возможно иметь смысл установить ее в отдельный браузер. Собственно, смысл Harpa в том, что она видит страницы, которые видите вы и может с ними взаимодействовать. Вот такой неприметный значок у вас всегда болтается в браузере. И щелкнув по нему можно открыть собственно плагин. По сути это чат GPT-3.5, который всегда с вами. Кстати, тут можно выбрать другие модели, но по-моему все, кроме 3.5, тут платные. И можно использовать Harpa просто как чат GPT. Но сейчас этим никого не удивишь, особенно после выхода Coase. Там вы бесплатно можете воспользоваться GPT-4.0, да еще и с персонификацией бота. Ссылка на скринкаст в описании. Кстати, вот так можно развернуть Harpa во весь экран, чтобы удобнее было переписываться. И можно включить темную тему. Так вот, главное достоинство Harpa в том, что она взаимодействует с открытой страницей. В данном случае она понимает, что вы смотрите видео YouTube, и вы можете попросить ее сделать что-то с этим видео. Например, сделать summary. То есть выжимку из видео, например, в виде captions. Она посмотрит его за вас и напишет с таймкодами все, что в нем есть. Напишет, правда, по-английски, и я забыл об этом сказать. Нужно зайти в настройки и здесь выставить в качестве языка для ответов русский. К сожалению, интерфейс не локализован. Так вот, эта кнопка вызывает список команд. Если ее нет, то вот тут будет кнопка Command. Надо сначала нажать ее, потом появится эта. И вот тут команды, которые вы можете дать Harpa. Разбитые по категориям. Их тут очень много и процентов 40, наверное, полезных. А процентов 10 незаменимы. Как, например, summary, поскольку если вы делаете видео для YouTube, то добавлять таймкоды в описании ролика прямо-таки очень хорошо с точки зрения оптимизации. И Harpa это может сделать за вас. Почему-то конкретно в этом ролике она выделила мало тем, но бывает, что она прямо очень детально разбирает ролик, и у меня 6-минутный разбил где-то на 8 блоков, что вполне неплохо. Можно попросить ее еще выделить главные идеи ролика. Описание будет более полным. Соответственно, это пригодится авторам в YouTube, а также тем, кто ищет конкретную информацию и кому лень пересматривать десятки видео, чтобы ее найти. Harpa это сделает за вас. Вот так можно вытянуть еще более подробную информацию о том, про что видео. Кроме видео, она может анализировать статьи на сайтах. Точнее, могла. Но то ли они изменили алгоритмы, пытаются вытянуть денег. То ли я попадал на какие-то короткие статьи раньше. Сейчас она постоянно выкидывает мне такое окно. Типа слишком длинный запрос. Опять же, можно попробовать выделить часть статьи. Кстати, да, я говорил, команды вызываются этой кнопкой. Таким образом, мы делаем summary только выделенного текста. Например, опять же, в виде текста нет. Я думаю, это решается заведением платного аккаунта, но как-то не хочу экспериментировать. Если вы знаете, что происходит на платном аккаунте, напишите в комментарии. Мне вполне хватает в Harpa работы с YouTube. Длинные ролики она тоже отказывается анализировать. Но по счастливому стечению обстоятельств, в мои ролики короткие. И никаких предъяв мне Harpa не кидает. Посмотрели, о чем ролик, и можно сразу подготовить текст для Twitter. Таким образом, если вы руководитель, то можете увольнять СММщика и переходить на Harpa. А если вы СММщик, просто не говорите руководителю об этом плагине и позвольте ей делать всю работу за вас. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплейцы социальных технологий.